Всем привет! Это Черное море каждый день и сейчас я нахожусь в городе Питсунда, который находится в Абхазии. Вот здесь у нас пляж с таким замечательным видом на горы. И здесь находятся три санатория. Я начал свою съемку не от первого, а от второго и двигаемся в сторону морского вокзала. В Сочи такой редкий, где встретите, впрочем, как и в Адлере, чтобы санаторий многоэтажный с видовой площадкой на крыше находился в непосредственной близости от моря. Море здесь прямо замечательного, такого голубого цвета, прозрачное. Все из-за того, что в Питсунде самая высокая прозрачность воды на Черноморском побережье России. Так как здесь сразу начинается глубина. Пойдемте прогуляемся по этой набережной из Питсунских сосен вдоль побережья Черного моря. Все здесь осталось от Советского Союза, вплоть до этих вот барельефов. Тут разве что фонари новые и палатки. Не знаю, слышите ли вы цикад. Запах вот этот вот сосновый вы точно не почувствуете по видео. Честно говоря, я не знаю, что сказать, просто пройдемся по набережной. Достаточно много туристов сейчас в середине июля. Конечно, не столько, сколько в Адлере. Но здесь даже этим и лучше, что народу поменьше. Бесконечные ларьки, кафешки, пиво, вино, черчела. Все, что нужно для туриста. Какой-то даже дельфиноорит организован. Что там внутри не было, сказать не могу. Но у кого есть желание, можете сходить посмотреть. Дельфинарий с морской водой. Напрямую из моря она выкачивается. Есть такой импровизированный аквапарк у нас. Из одной горки. Едет паровозик. Для тех, кому ли не идти пешком, могут по набережной проехаться на паровозике. На каждом шагу кафешки, мороженки. Все для туристов. Вот третий санаторий, кафе на видовой площадке. Интересно, конечно, было бы попасть туда. Здесь тоже расстраивается аквапарк, облагораживается пляж. Как ни странно, в посередине сезона это они делают. Это опять кафе. В общем, здесь на каждом шагу есть куда присесть. В том году вот этого не было. Видите, сосны оставили. не уверен, выживут ли они после этого. И все залили бетоном ради пары тройки горок. Конечно, классно отдохнуть в этих санаториях. Именно потому, что они расположены прямо на самом берегу моря. Все номера имеют вид на море. Какие-то боковой, какие-то прямой. В любом случае, сидя на своем балконе, вы будете смотреть в эту голубую бездну. Кто-то принимает душ антицеллюлитный. Народу, конечно, высыпало. Будь здоров. Когда в два часа я сюда приехал, народу было намного меньше. Сейчас как раз все после обеда. Солнце уже не так сильно палит. Вот такая уютная набережная в Пицунде. Выложена из плитки. Крупноразмерной. Везде зонтики, лежаки. Лежаки, кстати, в Пицунде бесплатные для жителей санатория. Ну и для тех, кто сумеет их аккуратненько взять и успеть на них речь, чтобы никто не заметил, они тоже будут бесплатные. Вот номера в этом пансионате. все оборудованы кондиционерами. Все с пластиковыми окнами. В прошлом году, мне кажется, все это было похуже. То есть даже за год тут произошло достаточно сильное обновление. Есть раздевалки, есть душевые. Приезжайте отдыхать в Абхазию тоже. В плане моря здесь, конечно, намного интереснее, чем в Сочи и в том же Адмире. Конечно, здесь меньше инфраструктуры, меньше цивилизации. Однако море здесь чище. И себя здесь не ловит. Все как за границей. Так, развлечения все те же самые, что и в Сочи. Те же косички, тир, рыбки. Все в такой детской направленности. Вот мы потихоньку подходим к морскому вокзалу. Уже виднеется пирс. Здесь осуществляют прогулки на катерах. На одном 600 рублей, на другом 1000 рублей. 1000 рублей это включает экскурсию на дачу Горбачева. А 600 рублей просто вдоль мыса Петунды проплыть. Здесь здание бывшего Дома культуры. В настоящий момент там, вот смотрите, бильярд. Какие-то конкурсы. Фестивали художественного творчества проходят, судя по выезде. Столовая, кафе. В общем, мы движемся в центр цивилизации города Петунды. Это к его морскому вокзалу. Всем, кто хочет поехать в Абхазию, еще раз повторюсь, что это все-таки заграница. Здесь, правда, расплачиваются рублями, но здесь не работает российская телефонная сотовая связь. Здесь вы будете находиться в международном роуминге, поэтому либо подключаете специальные тарифы, либо покупаете местные сим-карты. Благо, они продаются на каждом углу. Можно прямо на границе купить. Через пять минут мы отправляемся в морозовое путешествие. Вот маленький кораблик зазывает, как раз, по-моему, по 600 рублей который. Герои Абхазии. Все в зелени. Все для туристов. Вот еще один пансионат. И малая архитектурная форма, которая называется «Нырячки за жемчугом». Здесь мы видим мужчину и женщину, морского угря, пару рыб и пару дельфинов. Растут такие красивые пальмы. Обратите внимание, да, концепцию. Ныряют за мидиями. Зимой это, конечно, выглядит совершенно по-другому. Пальмы, конечно, никуда не деваются и сосны. А вот эта вот зелень, которая впереди, ее нету. Сейчас мы двигаемся в кафе. Если вы берете в Сочи или в Адлере экскурсию в Абхазии, то вас обязательно привезут вот в это кафе. Народа не так много, потому что, в основном, это рассчитано на тех, кто приезжает на автобусе. Кругом пустота. И тут вот небольшой рыночек, как раз чтобы захватить приезжающих туристов сразу и на рынок, и в кафе. Здесь продаются различные сувениры и пляжные товары в настоящее время. А также специи, вино, мед, камушки, побрякушки. И завершает этот променад вот такая вот кипарисовая аллея. Ну вот справа у нас стоит большой высокий забор с колючей проволокой. Так называемая территория государственной дачи. Не знаю, кто здесь в данный момент отдыхает, но она постоянно находится под видеонаблюдением, за забором и под строгой охраной. Смотрите, что я заметил, тут медведь пасет. Ну что, ребят, давай-ка, впечатляю вас сушка. Салам! Не, спасибо. Просто так неожиданно, что медведь тут сидит посреди поля. Ну да, он отдыхает, приехал сюда, отдыхает. Отдыхает. Не загорает. Яблочко грызет, яблочко. Видите? И менты тут подъехали. Решил возвратиться до моря и показать вообще, что происходит в море, какого цвета вода, какой она прозрачности и как выглядит Пицунда с пирса морского порта. Портом, конечно, это сложно назвать. Это вот один пирс. Пассажирский и один пирс для спуска лодок на воду. Три фонарных столба. Однако людям нравится пляж Битком. Даже зона с горками есть с водяными. Вот как общий ракурс Пицунда. Ее курортной части. Это три корпуса санаториев или пансионатов. Не знаю, как правильно называть. Оставьте свое мнение в комментариях. Все купаются, загорают, отдыхают. И сравните, какая водичка здесь. Абсолютно прозрачная, голубого цвета. Повторюсь еще раз, что цветность воды и ее прозрачность обеспечивается благодаря тому, что здесь очень резко начинается глубина. Буквально 10 метров от берега, 15. И глубина уже составляет порядка двух метров. Мы немножко отошли, и дети уже спокойно прыгают воду. На море катается куча разных катамаранов. Зеленые, красные, синие. Тепя, тупая, 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 тупая... Светлая, тупая, тупая вставка. Ты должен это сделать? Заба прям как на Средиземном море. Отойдем от порта и идем по Киеве. В Кипарисовой аллее. Тут еще осталось советских времен. Вот посетите озеро Рица, посетите Пицунду. Туризм, лучший отдых. Картинки советского прошлого. Вот как вылезет из Кипарисовой аллеи. И мы сейчас с вами пойдем по ней дальше в центр города. Я думаю, здесь уже отчетливо слышны цикады. В Сочи вы такого не найдете. И уж тем более в Адлере. В Сочи только в одном месте растут эти сосны. Где концертный зал фестивальный. Ну и соответственно цикады живут в основном на них. Экскурсии на каждом шагу. Кстати, вход на этот пляж, вот к этим санаториям, платный. Стоит отдельных денег. Ну небольшие, там рублей 20-30. По крайней мере это цены прошлого года. Сейчас я не могу сказать, потому что я прохожу здесь бесплатно. Здесь есть отдельный вход. Вот здесь вот видите, с левой стороны забор. Там находится реликтовый лес. В нем есть тропинка. И если вы хотите сэкономить 20 рублей с человека, то вы можете пролезть через забор. Для местных туристов, таких прошаренных, эта тропинка известная. Поэтому, в случае экономии, поспрашивайте людей, как пройти на пляж бесплатно. Я думаю, они вам радости подскажут. Заметьте, вот с правой стороны посажены новые туи. В этом году не было слева, вот смотрите, цветочки, кустики, клен. Кортензии растут. По правой стороны у нас заросли бамбука. Здесь достаточно подходящий климат вообще для таких тропических растений. В субтропике, что скажешь. Главное правильно поливать. Расти все будет само. Там информационная доска. В общем, вот здесь по центральной улице, когда идете из центра города, вас обязательно спросят денежку для того, чтобы попасть на пляж. Все, кто хочет обойти, либо спросите меня. Мой телефон указан в описании. Либо обращайтесь к месту. На самом деле, проход вот в ту сторону надо просто пройти. Там есть дырка в заборе, а насквозь, когда пройдет этот реликтовый лес, там придется перелезть через забор. Чебуреки, кафешки, ларечки, косички. Все на каждом шагу. Сувениры. В общем, все, чтобы ублажить туриста. Чтобы убежать его с ног до головы. Мед. Пляжные товары. В общем, можете приехать сюда голым. Главное с деньгами. Купите здесь все, что угодно для своего отдыха. Главное запомните, что карточки здесь не работают. Расплатиться вы можете либо наличными, либо онлайн переводом на Сбербанк. Если вы захотите забронировать жилье в Абхазии, то вы можете сделать это либо через бутинг, либо в здании слева. Сейчас мы вот дойдем, я возьму ракурс оттуда. То есть вы не можете прийти напрямую в этот санаторий и постучаться и сказать запустите меня. Вас все равно направят сюда. А найти это достаточно просто. Вы просто приезжаете в Пицунду и прямо где останавливаются все автобусы, останавливаются они вот там, на центральной площади. Стоит большое здание советской постройки. Объединение пансионатов курорта Пицунда. Вот в этом здании вы можете приобрести себе путевочку и отдыхать в тех замечательных пансионатах на берегу моря. Здесь вот идет автовокзал. А прямо по дороге у нас будет сейчас древняя крепость с одним из старейших сооружений города Пицунда. Это православным храмом. Вон там ворота в эту крепость вход. И вот за деревьями стоит эта церковь. Или храм, как правильно. Не знаю, оставьте свое мнение в комментариях. Можете загуглить. Я лично сам, когда приезжал сюда отдыхать с ночевкой, вот тут по правой стороне, буквально через 100 метров, есть гостиница Пицунда. Отличное место. Вот так вот выглядит центр этого небольшого, но прекрасного туристического города. Вот мы вышли с центральной площади, повернули направо, прошли мимо гостиницы Пицунда и пошли дальше по центральному парку. Ну, парк на самом деле не такой уж и большой. Вот по левую руку у нас идет стена с храмом. В парке растут различные растения. Здесь вот, например, гранат. Такой же можно встретить и в Сочи. А тут большие пальмы. Кстати, в Сочи очень редко такие пальмы встречаются, растидистые. Потому что здесь, в Абхазии, был курорт изначально, а Сочи был большой деревней. Цветет сирень, олеандр. Здесь сделали детскую площадку они в центральном парке. Не понимаю, то ли воруют, то ли убирают аттракционы детские. В общем, работа кипит. Жизнь идет. Поставили новые турники. Какая большая туя, посмотрите. Прям как елка. Магнолии растут. Вот только начал снимать и все, и весь парк мы прошли насквозь. Очень маленький городок, на самом деле, это Пицунда. Мы продвигаемся в ее спальный район через Платановую аллею. Вот мы подошли к одному из жилых домов, чтобы показать, как вообще живут люди. Улица имени Агрба. Это угловая квартира на первом этаже, за гранатовым деревом под окном. Люди огородили себе территорию. Завели собак. Бегают песики, большие и маленькие. И вот так выглядят подъезды. Без окон, без дверей. Эти страшные панельные пятиэтажечки. В этой стране потрепанной войной. Давайте зайдем для разнообразия, посмотрим, что вообще внутри. Нарисовано граффити. Ну, видимо, для привлечения туристов. Сейчас есть кавказские учения будут проходить, чтобы люди не пугались. И вот типичный подъезд. Три квартиры на этаже. Обычные зеленые краски покрашены. Здесь вот рынок пицунский. Домашний сыр, чурчела, вино, сок, мед, фрукты, продукты. Все, что хотите. Все, что душе угодно. Цены, на самом деле, точно такие же, как и везде. Хотя цена на Кавказе зависит от вашего умения торговаться. Дальше идет еще один жилой массив. И единственная вообще в городе Пицунда новостройка. Она немножко засвечивает нам. Пройдем с другого ракурса. 16-этажная новостройка. С стеклянным фасадом, такой красотой. Кто смотрел прошлогодние выпуски, я был в одной из этих высоток с левой стороны. Либо в той, либо в той. На последнем этаже там разрушенная квартира. Посмотрите, кому интересно. Какая вот неизведанная, нетуристическая пицунда. Сегодня мной было показано. Вот официальный рынок. Пойдемте посмотрим, что здесь происходит. Нас сразу встречает винный орех. Винная легенда Абхазии. На самом деле не очень похожа на официальный Абхазский винзавод. А вот это вот уже официальные вины. Чурчелла, инжир, пастила, вино, сыры. В общем, мы пришли уже поздно. Время без 15.07. Все уже сворачиваются. Рынок закрывается. 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 Специи, чача, вино, поньяк, ткемали, аджика. Да, спасибо, ничего. Так, гуляем. Сегодня 3 июля, вечер. Вот я уже на границе. Приехал в Сочи, точнее в Адлер. Обязательно смотрите «Черное море» каждый день. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите все 3 видео, которые были отсняты сегодня. Это ежедневный выпуск, это прогулка по набережной и прогулка по жилому дому. Это ужастик. В общем, все подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.